Выборы под общественным контролем. Общественная палата Московской области организовала серию семинаров для своих наблюдателей. Они будут присутствовать 18 марта на избирательных участках. Общественникам из 14 муниципальных образований, таких как Реутов, Лукино-Дулёва, Электрогорск, в формате открытого микрофона объясняли ключевые аспекты выборного законодательства об общественном наблюдении и напомнили о правах наблюдателя. Наблюдатели выступают неким гарантами того, что все процессы будут открыты, прозрачны, легитимны. И тут не побоюсь такого слова сказать, что ведь наблюдатель на избирательном участке – это совесть, по сути дела, совесть народа, совесть общества. Требования к наблюдателям общественная палата сгруппировала в так называемый «золотой стандарт» 45 исчерпывающих пунктов охватывают избирательный процесс, происходящий в помещении для голосования, как в первые минуты открытия, в ходе голосования, так и при подсчёте бюллетеней. Члены общественной палаты Московской области в данный момент отрабатывают, глядя на сцену, то, какие возможны нарушения в процессе голосования на избирательных участках. Звучат вопросы, но главные ответы – как поступить в той или иной ситуации. В мини-сценках участники семинара обыграли спорные ситуации на избирательном участке. Ошибки комментировал представитель территориальной избирательной комиссии Щелковского района. Получилась довольно-таки живая и рабочая дискуссия, которая позволит нам пройти этот путь, путь выборов и день голосования достойно, легитимно, открыто. И чтобы у нашего гражданского общества не было нареканий к нему, эти вопросы мы сегодня обсудили, поставили на контроль. Быть подкованными в проведении избирательного процесса и уметь вовремя указать на нарушения – этому учат пособия, специально выпущенные к предстоящим выборам. Его получили все участники семинара. Несмотря на то, что я неоднократно участвовал уже в избирательном процессе, тем не менее, очень понравились эти интерактивные сценки. Хорошо показаны те ситуации, которые происходят. Они действительно жизненные. Буду участвовать в выборах в качестве наблюдателя от общественной палаты Московской области. Были вопросы, но в ходе лекции, в ходе того, как выступали спикеры, эти вопросы, мне кажется, уже все разрешились. Собравшиеся приняли кодекс этики общественного наблюдателя, основными принципами которого стали честность, добросовестность и гражданская активность. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». КОНЕЦ ФИЛЬМАНИЯ КОНЕЦ ФИЛЬМАНИЯ